Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин и сегодня мы рассматриваем с вами точку поджелудочной железы РП4 Гуньсунь, которая переводится буквально как внук князи и, конечно же, ее возможности тем, кто занимается, как вы видите, уже вокалом, кто тренирует, практикует, скажем так, усовершенствует свой голос, те, кто хочет звучать по-новому, либо те, кто, скажем, любит петь, либо поет для нас, либо те, кто хотят, скажем так, стать звездой именно вокального исполнения тех, либо иных песен. Почему или какая здесь связь именно с точкой РП4? Точнее будет сказать, что данное видео мы посвящаем тем, всем, кто хочет или кто занимается вокалом, только для того, чтобы, первое, они поняли, что хороший голос – это состояние поджелудочной железы. То есть за голосовые связки наши отвечает поджелудочная железа. Вот в каком состоянии будет поджелудочная железа, в таком состоянии будет голос человека. В хорошем состоянии поджелудочная железа – хороший голос. В неважнецком состоянии голос немножечко отвратительный, скажем, многим нелюбимый Вот возьмите даже люди, мы делимся все на категорию Кому-то нравится, допустим, голос, скажем так, Аллы Пугачевой Кому-то больше Софии Ротары нравится, или наоборот То есть каждый выбирает по своему слуху, по своему восприятию Но голос, либо собрать поклонников побольше из-за того, что у него лучший или прекрасный голос Поможет вам ваша поджелудочная железа, как ни странно И как ни странно, через точку РП4 мы можем налаживать состояние поджелудочной железы Так как не нам заблагорассудится, а иногда, скажем так, для выгоды себе Ну, например, как ни странно, что многие певцы, и уже это не секрет Готовясь к, допустим, выступлениям, либо поездкам, либо со своими концертами Мировыми турне, что очень многие, скажем, придерживаются тех или иных диет А почему они придерживаются диет? Потому что они содержат поджелудочную железу в состоянии в том, чтобы она не подвела в нужный момент Как ни странно, многие певцы на сегодняшний день, особенно молодые, вот, допустим, Украина мает талант Или еще другие, которые поют, очень много плохо, плачевно заканчивают после выступления А почему? Потому что срывают голос и срывают поджелудочную железу И сразу же, что человек? Человек может, скажем так, даже, простите за прямоту, лишиться своей жизни Почему? Потому что поджелудочная железа является основным органом для всего нашего с вами организма Это единственный нетранспортабельный орган Для примера, луча на повороте Оперный певец, который ныне уже покойный Ему сделали операцию, неудавшуюся на поджелудочной железе Через год он похудал и умер Почему это произошло? Потому что человек, ну как, вмешался в состояние поджелудочной железы А это может быть плачевно Вот для того, чтобы ваш голос был звучащий Ваш вокал прошел все, скажем так, экзаменационные там, скажем, мероприятия И вы прекрасно выступали на сцене Пожалуйста, содержите в норме поджелудочную железу Через точку РП4 Гунцун Профилактическими методиками, допустим, такими как Прогреванием данной точки С различными видами массажем данной точки Вы можете что? Поджелудочную железу содержать в норме Но помните, что именно этот единственный орган Который лечить нельзя Но с которым живут все люди И с которым, скажем так, что Ему найти, нужно этот орган найти золотую серединочку Вот дай Бог каждому, кто видит это видео Найти золотую серединочку в своей жизни И он что? Будет обладать прекрасной поджелудочной железой Чего я всем желаю И, конечно же, помните, что вера без дел мертва То, что вы сейчас услышали Это может быть полностью воспринято Но вы ничего делать не будете А если вы, допустим, восприняли И будете заниматься этим Поверьте мне, вы сможете изменить многое До скорых встреч С вами был доктор Константин